Привет, привет, всем 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 привет, на связи спившийся Всем привет, на связи спившийся Постаревший, пожирневший Юродивый Евгений Вот как ваши дела Ребята, вышел в эфир, дабы показать вам Что со мной сегодня произошло Я так не сгорал Никогда в жизни, ребята Да такой я так сгорел Меня аж колотит, реально аж бросает То в пот, то в холод бросает У меня сегодня вот так лицо было Как будто, знаете, как будто мордой в улей я залез У меня так раздуло Вот зря вы пишете, кстати, про то, что я береги... Да, честно говоря, я южный человек Человек, который из города Новороссийска Где Черное море Никогда в жизни... Ну я должен же понимать какие-то элементарные вещи В какое время там я знаю, что, допустим, загорать нужно до 12 дня И с 4 вечера до там до 6 Это самый лучший загар... Нет, ребята, мы сегодня пришли в 12 и ушли оттуда в 4 Поэтому у меня сегодня вот такая ряха распухшая И ничего я не поправился А может, я до сих пор распухшая, кстати, с душа вышел Как олимпийский вам, ребят? Очень спокойно олимпийским Мы в олимпийском парке были уже миллиард раз Я причем был и на открытии Я был и на открытии формулы И на закрытии формулы Я столько раз был в Сочи в олимпийском Что уже никаких эмоций у меня нет Ну как олимпийский, я вам сейчас расскажу, значит Я сегодня с часа дня загорал Ну вот, видишь Короче, для южных людей это норм Если трясет, то в пот бросает тепловой удар Ну может быть, не знаю Ну в пот не бросает, но то холодно Вот в Абхазию с удовольствием как-нибудь Короче, рассказываю вам, ребят, про олимпийский парк Значит, вообще про Эмеретинский Отели хорошие Люди добрые Самый лучший ресторан, по нашему мнению С Александрой Ну вот мы, наверное, не во всех были Но вот мы постоянно ходим Это Пирс Ресторан Пирс На набережной Шикарный ресторан Очень классный персонал Девчонки Всегда на улыбке Всегда на позитиве Чисто всегда Всегда ухоженно так Готовят очень вкусно За рекламу мне не платили Зачем тогда я все это рассказываю Ну просто с вами этот Выглядишь супер Вы с вами спасибо огромное Сейчас я скажу, что это реклама Нет Слушайте, короче, дальше Значит, по поводу пляжей Пляжи отвратительные Я не знаю Вся береговая линия Причем пляжи, которые принадлежат И Редисону И Меретинский отель И Роза Хутор пляж Скажем так Да Лежат Допустим, вот Роза Хутор Лежат красивые лежаки Все очень красиво Чинно Все очень Правда Лежат дорожки деревянные Все это круто В море, блин, не зайти Камни Балуганы Волуны эти Вот мы сегодня отдыхали В Меретинском пляже Единственное, что спасает Это Там большое количество шатров То есть вы можете снять шатер Он стоит 2500 рублей На целый день, ребят Это да Тогда ты как бы будешь Во-первых, там очень Вот такой, наверное, ширины матрасы Ты лежишь И спокойно себя чувствуешь Плюс там навесы То есть хочешь позагорать Вышел из шатра Вот В целом неплохо В целом неплохо Но самая береговая линия Конкретно, я говорю за нее Отвратительная То есть вход в море Отвратительная Нет, ну а какой Ты хочешь обслуживания Ну вот допустим Вот как в Лазаревке Да, где мы в отеле При отеле Пляж, ты вспомни Ходит мужчина Постоянно очки натирает Предлагают напишки Прохладительные Покушать что-то А там просто Какое-то лежит Пластиковое меню Как мы потом увидели Отвратительное Непонятно, что нарисовано Ну короче, нет А Саша Саша говорит Ты говоришь Абсолютно о другом Это же при отеле Как бы там человек ходит И ты как бы рядом А тут у тебя как бы Отдельно пляж находится Но это все равно Эти пляжи тоже при отеле Природистые Короче, ребята Она, Сашка, говорит Про то, что это Это тоже при отеле Пляж Они как бы небольшие Они вот такого размера Но я выхожу Реально Ребят, я выхожу из моря Что и захожу в него Такое ощущение Что меня Со всех сторон Лопатами совковыми Лупят, лупят Справа, слева По башке, снизу Понимаете Бросая так Сегодня море было Не очень чистое Грязное Ветки, палки Какие-то плавают Но слава богу Нет никаких пакетов Стаканов То есть такого нет Значит, что еще Эмеретинская бухта Сама по себе Я так понял Это отдых Для семейных пар То есть потому что Здесь огромное количество Стоит вот этих Домов Где люди повыкупали Апартаменты Вот эти себе Вот И очень много детей Очень много родителей То есть это такой Знаете Отдых для семьи Вот Но Очень много Да, пенсионеров Очень много То есть взрослых людей Пожилых На которых Да, действительно Приятно смотреть Они такие за ручки Держатся Такие хорошенькие Но Хочу сразу сказать Эмеретинка По поводу Значит Опять же Видите Монета с двух сторон Вы приехали С детьми сюда Отдыхать Но развлечений Для детей Нет никаких То есть здесь Я не вижу То есть Где-то Вот я имею в виду На набережной Ты идешь Там нет вот этих Каких-то батутов Чего-то такого Развлекательного То есть Вот вы пришли Морешь Да, там конечно Есть этот парк Диснейленд Нет, вы сегодня На пляже Мы были при Эмеретинском отеле Да, и Редисон А там Я видела Как Отдельную палатку Такую сделали Для деток Сидит два аниматора А, нет Ну это вот Это понятно На пляже Знаете Что вот Дети надоели Родители Иди Гриша Да, нет Этого Да, везде полно То есть Для детей Если они там И лепят Из пластилина Из глины Рисуют Да Этого очень много Но такого Что-то Какого-то масштабного Чтоб ребенок Реально охренел Просто Мама Такого конечно Не видел Но есть зато Наверное Парк вот этот Я забыл про него Совсем Диснейленд Там конечно Детям раздоры И радость А ты что Деньги на море наш Да нет Не на море В кармане были Ходил Саша За водичкой И осталась дача В кармане Пошел купаться Как всегда Ребят Что вы это Не знаете Да Заикнись Не позорься Да заикнись Не позорься Заткнись Наверное Слушайте Я вам так скажу Значит Мы когда Мы как Сосок видно На Моя золотая Смотри Мы когда Брали отели Бронировали То есть Мы остановились В одном отеле А в Редисоне Цена такая же была То есть По цене Все то же самое Но просто В Редисоне Мы много раз жили И захотели В этом отеле пожить Но и я вам скажу так Остались очень довольны Вот Очень хороший отель Очень хороший Обслуживающий персонал Вас провожают От начала до конца Вам тут И комплименты И все вам носят Как дары Хвалебные Вот Сколько стоит номер 10 600 Стоит номер В сутки Это только завтраком Обед Ужин сюда не входит Завтрак Ну завтрак Как завтрак Ребят То есть Ничего особенного Я не могу сказать Там Никаких излишеств Но Хороший То есть В том плане Что для завтрака Есть все То есть Начиная От булочек И кончая фруктами Тебе там И яичницу сделают И омлет То есть И вот это все Само по себе Очень приятное место Они так сделали Так облагородили Все Что на улице Что внутри Ты сидишь Всегда получаешь удовольствие Да Везде Вот Везде Очень чисто Вообще Во всем Эмеритинская букта Само по себе Очень все чисто То есть Следят за этим Поливают Убирают Чистота Конечно Очень круто То есть Я доволен Хотя мы очень любим Сашка Роза Хутор Потому что Ну вот Там вот эти улочки Ну короче Это вот как-то там Поближе к природе Женя Передай А ты деньги в море Ты что Прикалываешься что ли Пятый раз Жень Название отеля Цены как дороже Чем в новороссийске Ребят В Сочи Блин Я вот это знаете Вот Когда спрашивают меня Про цены Я вам так скажу Что Везде Мне кажется Цены одинаковые То есть Ну Ребят Что за границы Что вот здесь В Сочи Когда говорят Сочи очень дорогой Сочи очень дорогой Для людей Которые Допустим Не ездят за границу То есть Они считают Блин Как вам так объяснить Нет Ну Обычный Ну вот Ты в ресторан Пришел Вдвоем Вот мы с Сашей Вот обедать Сегодня пошли Семь тысяч Цены как в Москве Жень А люди которые не в Москве живут У них зарплаты Чуть меньше Ну да Нет Если как бы так Ну смотрите Пообедать мы сходили Сегодня Немного Ну семь тысяч Дали Но мы не Не пили Вино Там вот это То есть без алкоголя Не я взял себе Чуть-чуть Там сто грамм Взял себе Водочки холодненькой Вот Ну То есть как-то так Вот Фиг знает Дорого Не Странно Мы сегодня зашли В какой-то отвратительный Со стороны вроде Все красивое зеленое Зашли Столы грязные А цены Ну там допустим Пицца Почти тысяча рублей А да Сегодня зашли В какой-то ресторан Причем я захотел Я так захотел пасты Вот Мы зашли Там было написано Итальянский ресторан Не буду говорить Название Хотя ничего не поменяется Но все равно Вот Значит ты заходишь Вот эти столы Знаете Вот эти деревянные Которые покрыты Лаком сверху И ты на них руки Кладешь И у тебя руки Прилипают к столу И сама по себе Энергетика такая Неприятная была То есть вот сами По себе официанты Пацаны там Официанты Вот как там Вот знаете Бывает такое Ты заходишь Нет Пацаны Сами по себе Нормальные Просто когда ты Вот ты заходишь В какое-то заведение И вот ты чувствуешь Что тебе не хочется Здесь сидеть Какое бы оно ни было Классное Вот Я думаю Это просто непрофессионализм И все Они работают Знаешь На отвале Я допустим Спросила А какая у вас окрошка Ой А какой у вас Какой у вас квас Идет в окрошке Ну как какой Очаковский Ну то есть Смотрите Я вам объясню Да То есть они Я вам объясню Они не заинтересованы В том чтобы Продать Продукт Не заинтересованы Они сидят на зарплате Им похрену А вот в пирс Куда мы ходим Вот сегодня Саша А как Пирс называется Причал Да нет Какой причал Пирс Вот Парус А парус То есть не пирс Парус И вот Саша Сегодня задала Такой же вопрос В этом республике Вот почувствуйте разницу То есть там был ответ Квас очаковский Ну и что С магазина купили И такой же вопрос Задала в другом ресторане Вот в пирсе В этом В парусе И там девушка Начала объяснять Да это квас такой У нас тоже очаковский Но мы туда Добавляем горчицу Мы добавляем хрен Он у нас Определенным видом хранится Мы его выливаем Из бутылок Ну короче Она рассказала так Что мне захотелось Хотя я не хотел Но я и не заказал Вот По поводу самого Сочи Макароны 50 рублей Майонез и соль Вот тебе паста Ну Почему бы нет Да вкусно Я люблю дома покушать Макароны Особенно с сосисками Я люблю эту еду Тут все на проходняк Не присел Да согласен Светлана я тебе объясню Да Я тоже самое сказал Саше У них очень много людей сидело И то есть Им похрен вообще То есть Люди приехали Уехали И они забыли Но Еще раз повторяю Про этот ресторан Парус Там тоже битком Но они Все делают Для того Чтобы ты туда захотел Вернуться Понимаете В чем дело Еще скидку Да Как там сейчас погода Настя Посмотри на мою рожу Солнце светит Жара 30 На улицу выходить Невозможно Женя Это воздух другой Не такой как в Москве Саша Мы приехали в пятницу И как-то сидим здесь И сидим То есть Пока не хочется уезжать Не знаю Может завтра еще останемся Это важно Такое сейчас редко Да это важно Саша готовит тебя дома Я готовлю дома Саша сейчас не готовит Потому что у Саши сейчас обострены Все вот эти Запахи И То есть Готовлю я дома Я ее на кухню не пускаю Кухня это моя вотчина И нечего там бабе делать Потому что Мужики готовят намного вкуснее Ну В нашем случае Спорный тоже вопрос Что-то Саша готовит Очень вкусно Допустим Я ее окрошку очень люблю Очень вкусно Делает она курник Ну В принципе Больше ничем особо И не баловала Что ты врешь Зараза А Курицу Курицу делала Курочку делала Я постоянно что-то готовила Ну да А Я вам объясню Я сейчас объясню Я вспомнил Да Я человек рожденный в СССР И привыкший есть Вот Я люблю Моя любимая еда Это вот знаете Котлеты Пюре Гречка Ну вот такое что-то Да А Сашка А Сашка Сашка она такая Она любительница Приготовить что-то более Да Что-то новое У нее знаете Спагетти там А это знаете Там фитучини Там С морепродуктами Вот это все Черную пасту Она любит готовить Вот это Но я это У меня вкусовые рецепторы Они заточены под СССР Понимаете Я люблю Простоту То есть Чем проще Тем вкуснее Короче я такой Но Сашка молодец Она старается Пробует Мы что-то отсекаем Потому что иногда Либо я приготовлю Ей не нравится И мне тоже Мы отсекаем Это больше не готовим Либо она Ну то есть Ну как обычная семья Экспериментируем И здесь в этом Нет ничего такого Зазорного Приветы не буду передавать Что прикалываешься что ли Ты что на радио позвони Приветы попроси Ты молодец Счастье вам настрою Спасибо огромное Без понтов Всего самого хорошего Рассказываю значит дальше По поводу Само Сочи я тоже не люблю Сам город Сочи Ну потому что там особо делать нечего Там ходишь Ходишь право Ходишь влево Да Да А вот Йок Сапоги Сандалики называется Олимпийский парк Вот смотрите Значит Вы приезжаете Во-первых Вы должны сразу понимать Что вам там конечно Может быть соседи будут Рассказывать про то Что Сочи Это пальмы Это море Это вот что-то такое Тропическое Олимпийский парк Далек от всего этого Потому что здесь Вот просто Бетонная площадка Фильм Лангольеры Смотрели Кто смотрел Ну кто оттуда еще С 90-х Из 80-х Помнит Вот там такой аэропорт был Они в конце его пожрали Аэропорт Вот здесь ты приезжаешь В Сочи А значит Олимпийский парк Это вот такая Огромная площадка Не знаю сколько она Туда 10 километров Вправо Влево И на ней просто Стоят здания Не Ну деревья в редких случаях Только при отелях То есть если отель Он там что-то высаживает Ну как правило Такого Ну то есть Но если вы поедете Допустим В розахутор Или туда На Красную Полянку Конечно там Совершенно все по-другому Там действительно Вот уже То что вам нужно Если вы хотите Природу конкретно Здесь природы нет Здесь реально асфальт Жара Море Кукуруза Куда же без кукурузы Чурчхелу кстати Ни разу не видел Ну вот Вы молод Спасибо Сегодня писали Что я Слушайте В Абхазии Я столько раз слышу Что в Абхазию Очень круто Что мы обязательно туда поедем Мы приедем обязательно в Абхазию Просто до этого нужно добраться И вот Жень Я 84 Вот Фонтан музыкальный Служ Моя золотая Ну мне же 34 года Я этих фонтанов Знаешь сколько посмотрел Это первое Второе Я уже старенький уже Понимаешь У меня у самого Каждый день Такие фонтаны Что на день города Таких не пускают Моя золотая А ты мне говоришь Один на фонтаны Смотри Ты поживи с нами С утреца Знаешь какие дают там Фонтаны Знаете как это А там как прежде Бьют фонтаны По вечерам Горят Рекламы И где-то утром Рано-рано С тобой идем Мы Целовать Ты сосок спрятал? Нет Сосок нет Сегодня стрим посвящен соску Ну вот Маханьки Такой Аккуратненький Маханьки Аккуратненький Поэтому вот так Ребят Если в двух словах Но смотрите Короче какая тема Если вы хотите приехать в Сочи Летом конечно Сюда ехать Ну то есть Ну я не знаю Ну что летом Не знаю Сюда ехать Ну короче смотрите Вот Да желательно Если вы будете бронировать отель Бронируйте через Программу Букинг.ру Потому что Букинг Да она называется Букинг.ру Букинг.ру Букинг программа Вот это Отель Вот это все Да Букинг Букинг Не Ну может что-то не знают Саша Понимай Это ты понимаешь Я понимаю Может что-то не понимаю Да ладно тебе Короче Букинг Да И там идет Можно попасть под какие-то акции Там иногда будет скидку То есть номер Который стоит Грубо говоря Там 10 Можно взять там за 3 Вот И живите Кайфуйте Просто все это заранее просматривайте А вот Что еще А большое количество этих тук-туков здесь ездит То есть если вы устали с пляжа идти до отеля А здесь 300 рублей стоит Да 300 рублей стоит В одну сторону 300 рублей в обратную сторону Ну вот Такси тоже дешево Такси да Такси стоит То же самое расстояние стоит 120 рублей Грубо говоря Ну вот так Вот Но это эконом Потому что здесь расстояния такие приличные По полтора по два километра В Грузии крутые Если вот фольксваген приезжал Это разве это эконом? Там был туарег или что там было? Я огурцы люблю Помидоры не люблю Не Но это я Это комфорт плюс был Я тебе говорю 350 рублей Что-то такое Вот Да я никому не отвечаю Самсон Привет, дорогой Я же никому Ты Юлька Ты что ругаешься? Ты же дева А, ты рыжая Рыжая это бестии все Вот Я просто вам рассказываю Мне человек задал вопрос Я вам рассказываю про то Как проходит наш отдых Куда вы посоветовали поехать Сети Если до этого никогда нигде не Отдыхали Че Подождите Куда бы посоветовали поехать С сетей Если до Семьей может Семьей наверное Если до этого никогда нигде не отдыхали Слушай, ну с семьей наверное Все таки Если вы нигде не отдыхали Наверное все таки может быть в Абхазии Куда-то туда Там и недорого И очень красивая природа Да, Абхазия То есть я вам предлагаю Я вам так скажу Ребят Я вот Руку положа На свою очаровательную Уже слегка Вздувающуюся И слегка Висающую грудь Хочу сказать вам Что лучше Чем Россия И вот Все эти вот города Типа там Они города Допустим Абхазия Грузия Я мест не видел Правда Я был много где И на Ямайке был И в Китае был Я очень много где был Я вам так скажу Самый прекрасный отдых Вот по моему мнению А вот Это конечно же в России Просто очень многие не знают Как допустим На Байкале Какой отдых Краснодарском крае То есть Но это мое мнение С семьей конечно же Лучше ехать Сначала где-то по России Чтобы посмотреть вообще Выдержите ли вы все это Вы должны понимать Что вы летите с детьми Перелет Мерелет Вот это все Это геморрой Плюс обязательно нужно Знание иностранного языка Если за границ Потому что если вы его не знаете То ну будут Трудности какие-то Хотя допустим В Таиланде Все разговаривают Практически все Понимают на русском Но в основном только мат Вот Ну и это Вот это тоже они понимают По русски можете говорить Но это не я Это мне друзья рассказывают В Крым Да в Крым Я про Крым забыл Ну про Крым я не знаю Слушай у меня вот Недавно друзья оттуда приехали Говорит Джек СССР Но красиво Красиво Ну как-то так все Вот Поэтому Вот А еще лучше не ездите Ростик здоров Дорогой А еще лучше за границу Не ездите ребят Вот у меня Ростик улетел В Испанию Понимаете Предатель родины Вот предатель С Лизкой Они улетели С детьми И тратят Наши с вами Кровные денюжки В другой стране Понимаете Повышая тем самым Экономику этой страны А деньги нужно оставлять Внутри страны В России Ребята Отдыхайте в России Вот мне еще Про план Понимаю Все спрашивали Когда Санечки рожают Ну в этом году Родит обязательно Поговаривают так Короче не знаю Я с возрастом Да да Рост Я с возрастом Становлюсь Каким то Не сентиментальным А я начинаю Пропитываться Каким то знаете Внутренним патриотизмом Я помню Дим привет Я помню там лет 5 назад Допустим Я очень много отдал За то чтобы Вообще покинуть Эту страну Но Как то не знаю Как то так Становится здесь хорошо И ты начинаешь Я просто У меня сейчас Такой период в жизни Что я как то Знаете Есть выражение Где родился Там пригодился Вот мне кажется Что я вот здесь Пригожусь еще В этой стране Мы в Сочи сейчас Испания мне кажется Дешевле отдыхать Чем в России Слушайте Ну все Познается в сравнении Ребят В Испании Когда у тебя там Допустим Есть квартира Вот допустим Рост полетел С Лизой У них там квартира Вот Им не нужно платить Уже за жилье Вот То есть Тогда конечно Попроще Потому что Основные же Траты уходят На проживание На гостиницу Не на еду На гостиницу Да ты нам нужен Ой ты моя Ты золотая Хай бог милую Витязева Круто Витязева Потрясающее место Я Витязева Тоже очень люблю Вот эти дюны Песчаные Но там песок Ребят Хорошо к вам Подтянуться Мы на втором этаже Видели вас Но стрёмно подходить А мы уже уехали В другой отель Нас здесь нет Так в Испании Квартиру купить недорого Ребят Но мы же сейчас Говорим не о недвижимости Не о том Где что купить А о том Где как отдыхать Вот Короче Давайте подытожим Наш разговор По поводу отдыха Скажу вам так Хотите отдохнуть хорошо Копите деньги Вот Потому что Любой отдых Требует больших трат Любое Не важно Куда вы поедете В Мухосранск Или допустим Там Куда-то полетите за границу Или вы будете отдыхать в России Везде нужны деньги Что-то ты похорошел очень Ой Слава богу А то мне сегодня писали Что я на мразоту похож На юродивого Жень Посоветующие места Где отдохнуть С семьей Слушайте С семьей я не знаю Вот от семьи знают Места где отдохнуть Вот В Сочи только зимой на лыжи Отмазался Да Жень Привет И Саша Легких родов Спасибо огромное Спасибо большое Отдыхать надо у нас В Пятигорске В санатории Слушайте Ну вот смотрите Ладно Вы не хотите Короче Вы хотите Это Вы сделали Те что со второго Вы сделали Мой вечер Этот Я вам так скажу Смотрите У нас с сервисом С сервисом А в России В нашей стране Реально беда какая-то Ну правда Но не во всех местах То есть допустим Вот Если отель Здесь в Олимпийском парке Все нормально С сервисом А вот так куда-то ехать Вот эти санатории Я не знаю Я просто не ездил по ним Может быть что-то изменилось У меня санаторий Это ассоциация Вот эти Душ-Шарко Электрофорез Бабушки вот эти Сидят в халатах На которых эти Маки Маки цветут Знаете Вот эти халаты Они и ночнушки И халаты Вот идиоты Сами они Мразоты Ты самый хороший человек А что меня там Опять оскорбляют Ой боже мой С морем беда Да Сегодня с морем беда Сегодня какие-то палочки Плавали там Не знаю Да Берег чистый Вас узнают на пляжах Ну конечно узнают Узнают Собаки узнают Сегодня подбежали Два раза Обоссали Вот Пометили А вот Вы классный путь Спасибо огромное Ребят Пойдем Короче С Митей Да Созванивался С Митей Разговаривал С Митей Все Ой ржу не могу Боялся подойти Женя Что ты там Такой страшный Да при чем здесь Страшный Не страшный Просто есть люди Воспитанные Вот как вот эти Которые живут На втором этаже Это воспитанные люди То есть они как бы Увидели Но То есть они Не подошли А есть люди Которые Через дорогу Начинают орать А если ты не слышишь Ну или делаешь вид Что не слышишь Они начинают кидать У тебя палки Ветки там Вот Чтоб ты на них Внимание обратил А есть воспитанные Которые увидели Ну увидели Ну хорошо То есть Либо плохо Не знаю В Грозный В Грозный Да В Грозный Тоже я приехал бы У меня друзья Там мозаику Клали в мечети Говорят Потрясающе Со времен Сталина Нет очистных Я понял Завтра куда Слушай Леонор Да откуда я знаю Куда мы завтра Мы Как эти Глаза открыли Вот куда видят Туда и прем Мы не У нас нет Не расписан У нас отдых Вот Хотя может быть Пора уже А еще кукурузка Стоит 100 рублей Мороженое Стоит 100 рублей На набережной Да короче На палочке Картошка сухая Да 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 Ракушек нет Ракушек Ну понятно Как чипсы Знаете Спирали видны Короче Тут политика такая Ребят Тут Все по 100 рублей Жень Надеюсь Саша не читает Те гадости Которые пишут В разных группах Вконтакте Про нее Про тебя Я не знаю Не мы такое не читаем Не она иногда Что-то читает Так я бы подошла И селфи попросила Что если Что если Что нельзя к вам Почему к нам Да подходите Ради бога Что вы как эти Так это Я так У них политика Да смешная Здесь у них Все по 100 рублей Короче Вода 100 рублей Которая стоит 15 Вода 100 рублей Мороженое 100 рублей Чипсы 100 рублей Все по 100 рублей Я Ну видимо Чтобы не было вопросов Создачи Вот Ну знаете Вот с этой мелочью Никто уже не хочет возиться И они значит Все округлили 100 150 Там 50 Ну то есть Вот так у них все Вот Мы в июне Покупали кукурузу По 50 О девочка Июнь Сейчас июль 100 В августе 150 В сентябре 20 В сентябре Приезжайте кукурузу кушать Были в Крыму Пару недель назад Тоже все по 100 Или по 1000 Да 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 Я говорю Господи Подойдите Да что такое Вы что Я Да здесь все короче Вот такие все цены Да Это в итоге домой Ну то есть Ну Забавно они сделали Ой какой жирненький Нет я может быть так лежу Просто у меня Ничего не жирненький Вот видите смотрите Просто я так лег Порта кукуруза 60 Мороженое 50 Возле морпорта Но морпорт Это морпорт Слушай Возле морпорта Никто у вас там Не загорает Не лежит Вот А тут же загорает человек И у него необходимость В питье В еде Тем более Это же рассчитано Все эти кукурузки Эти Вата сладкая Мороженое На детишек Понимаете Потому что взрослый человек Адекватно Ну Скажет Вы что херели что Я сейчас пойду за 20 рублей 6 початков Возьму И буду варить в чайнике В гостинице В электрическом Пропустила Где вы отдыхаете В Крыму В сентябре В Абхазию двину Мимо вас буду проезжать Попрошу паровоз порубить Беларусь Приезжайте отдыхать Короче Жена увидела здесь С окна Значит у нас какой-то Это Раф Кофе продается Раф Кофе Да Она обожает его Вот Поэтому я искренне надеюсь Что оно уже закрыто Вот Протрубить Протрубить Че Кого протрубить Ребят Слышишь Музыканты подтянулись Протрубить На Сахалин вилком Протрубить Говорит Музыканты подтянулись Как в Судакине Знаешь В Судакине Конкретно в Рыбе Ты имеешь в виду Или что Конкретно в Рыбе Знаешь что А район это такое Что это за район Такой Судак Ты че вообще что ли Ты сейчас прикалываешь Нет Это где такой Судак В Крыму Не знаю что есть Город Судак Там еще Генетская крепость Самая известная Ну я же Сашка Я же ну Древняя ты Я вот ты меня спроси Где Где на Черном море Там в Краснодарском крае На пляже Да понятно Слушай я ни разу не был В Крыму Саши Что я понять не могу Стыдно Я вот про Краснодарский край Знаю Под какой веткой Насрана Понимаешь Под каждой знаю Ты знаешь что такое Насрана А где Судак Ты не знаешь На карте Ну как так Жить не хочется После В Невроссийский Салют забахали Ну и слава богу Ребята Видите бабки есть А говорят денег нет Денег нет Жить хочется На самом деле Да я понял что Судак В Крыму Ладно дразню я вас Ну что вы тоже Я же прикалываюсь над вами Все детство Сашка у меня там отдыхала Все свое детство У него детство закончилось Полтора года назад Он просто Россию знает А Крым это Украина Сейчас заклюют Да спасибо Вове Мы узнали о Крыму О Крыме О Крыме Нет О Крыме слышали Очень много раз У меня родители ездили Очень часто А сколько денег Подкопить для нормального отдыха Не знаю Я думаю что 1500-1700 У всех разный конечно Я не знаю Но мне кажется вот так Да если вот приезжать Я вам объясню Смотрите Здесь допустим В Олимпийском парке Помимо отелей Здесь же есть еще Сдаются вот такие вещи Я не знаю У меня просто Сашка не захотела Она просто не захотела Заморачиваться с едой Апартаменты То есть ты приезжаешь У тебя там комната Две комнаты У тебя кухня своя И оно на закрытой территории И стоит Три раза дешевле Чем в гостинице жить То есть допустим Апартаменты стоят где-то Ну 3500 в сутки Будет стоить Или 3000 в сутки То есть смотри Если ты приезжаешь на 10 дней 30 тысяч тебе надо будет отдать За апартаменты Грубо говоря 20000 выделено На 10 дней На еду Ну чтобы вообще себе Ни в чем не отказывать В том плане что Закупиться Готовить самой На 10 дней Я считаю пока Ну пока я начинал полтинник только На еду? Нет 20 тысяч на еду На 10 дней Нет Я говорю про апартаменты Где ты сам можешь готовить Вот где кухня есть Ну 20 тысяч на еду Хватит на семью На большую На 10 дней Тут везде кстати В Олимпийском парке Куда не плюнешь Везде пятерочки Либо магнит Ну короче В одно из двух попадешь Вот Ну плюс перелеты Плюс Вот плюс Если ваши дети Захотят вату Не знаю Мне кажется Сотку надо брать Сотку С семьей Вот так Вот для такого отдыха И хватит Может даже меньше Я же не знаю Сколько вы жрете Понимаешь Если бы я жнал Сколько вы там Трепете Я бы сказал бы Сколько Отдыхайте на деньги Жены Аферистки А Однанывать не краснеет Почему не краснеет Мара Посмотри красный Какой лежу За жену стыдно За жену Аферистку стыдно Я отдыхаю Не на деньги Жены Мои золотые Я бы на ее деньги Кстати неплохо Отдохнул бы Вот Не краснеет Че ты наехал на меня Вон как стыдно Посмотри Лежу блин Аферистки Жена аферистка Терпите Терпим Те что на втором Хотят к вам в гости Пригласите уже Ну нет В гости мы уже отдыхаем Когда рожать Да вот вот Мало сто тысяч Я вам объясняю Ребят Мало сто тысяч Вот вам мало сто тысяч А кому-то и пятьдесят Нормально То есть я же сказал Взял вот Не по минимуму А взял прям Чтобы В ни в чем не нуждались То есть Как назовете ребеночка Диамант герл Ну наверное так и назовем Диамант герл А шот какой ты написал Джубга Обидно что в России Отдыхать дороже Чем за границей Жень где вы в Сочи В Адлере В Адлере Бедняжка жена Да Бедняжечка жена Драути Привет Сто грамм выпил И помолодел А говорил Больше пить не будешь Больше Как ты Нормальный желудок Все хорошо Спасибо Кстати Врач сказал Ну причем Давным-давно Это еще Я смотрел У этой У Малышевой Он сказал Что если у вас Допустим Что-то болит С желудком Пиво пить нельзя Виски пить нельзя Смерть просто Это красное вино А водку Необходимо Он сказал Водочку И запивать водой Чистой водой Заедать тебе И еще закусывать Не запивать Чистой водой Заедать Спокойной Ой, Леночка Давай Да, в России Отдыхать дорого И никакого сервиса Ну, это смотри Где еще отдыхать Вот, допустим Тут сервис есть Вот Что родила Родила Родила, ребят Царица в ночь Вот только-только Руки помыл Роды принимал Не то сына Не то дочь Да, только помыл Ручки Родила Водку с пивом Моя золотая Раньше я любил Сейчас мне нельзя Такого Я водку с пивом Выпью и все И прилягу Дня на три Водку Только водку и пью Водку любую Только водку и пью И люблю эту Как его Чачу люблю Одевайся, если ты хочешь Кофеечек Ребят, все Пойдем кофе попьем Вот Может попозже выйдем Еще чуть-чуть вам расскажу Вот Спокойной ночи всем Если кого обидел То этот У меня жена, конечно Она какая-то Везде она Везде Она свой язычок Засунет Женька стареет Нельзя уже Такие гадости Кто стареет Ты меня в танцах Не видела Ты старею У меня язва Желудка была Можно водку А вот вино Вино красное Это все Конец света Нет Вот кстати Сегодня ехали с таксистом Он говорит Сходите в ресторан Высота Завтра пойдем сходим Вот Спокойной ночи всем Все Всем пока Всех люблю И ненавижу